В центре деревни Жапкино в пятницу с 10 утра работала мобильная ветеринарная бригада. Все желающие могли бесплатно привить своих животных от бешенства. Сейчас это особенно актуально, так как недавно в БСНТ Булатникова был зарегистрирован случай бешенства. В ситуации, когда возникает такой вот случай бешенства, то в угрожаемой зоне строго обязательно, вне зависимости от того, вакцинировано, не вакцинировано животное, нужно это повторить. Ветеринары применяют вакцину Робикан. Иммунитет к вирусу вырабатывается через две недели после процедуры. За 14 дней до вакцинации желательно обработать животное от гельминтов, так как ослабленный паразитами организм может не сформировать достаточно стойкий иммунитет к вирусу. А после прививки ветеринары советуют три дня не купать животное. Прививка вот это бешенство на год. Помплекс, который без бешенства вы можете сделать через белье. Лидия Насакина одна из первых пришла прививать своего питомца, семилетнюю Юку. Хозяйка тщательно следит за ее здоровьем и регулярно показывает ветеринарам. Бегает она самостоятельно везде, поэтому, чтобы контакта большого не было с собаками, надо поставить прививку. Раиса Воробьева привела на вакцинацию восьмилетнюю Николь. Собака сторожевая, живет в будке, поэтому делать прививки нужно, считает хозяйка. Женщина живет одна, поэтому мобильная бригада для нее единственный шанс обезопасить питомца от опасной инфекции. И вот когда приезжаете, мы ходим и это прививать. У Ирины Сидниковой в доме живут три кота и кошка, которых когда-то подобрал на улице сын. Всех четверых привезли сегодня на процедуры. Коты, как настоящие мужчины, перенесли прививку спокойно. А вот молодой кошечке Бенгал явно не понравилось происходящее. Мы все время делаем. Даже когда они приезжают, это во второй год только. К нам врач приезжает и делает. На вакцинацию привели не только взрослых животных. Котенку Бейли всего два месяца. Хозяева очень переживали, что котенку будет больно, но все прошло хорошо. Все, мы его сажаем обратно. Он даже не пискнул. У меня с этим котом играют дети. Он будет выбегать на улицу, поэтому обязательно, бешенство обязательно. Ветеринары предупреждают, чтобы не допустить эпидемии, о каждом случае нападения животных нужно сообщать медикам. Если был какой-то контакт с другим животным, если существовало ослюнение, могли поцарапать, покусать друг друга, тут же нужно обратиться к нам на станцию. Не можете доехать, обратитесь по телефону. Здесь мы уже проконсультируем. Может быть, наш врач точно так же, если какой-то малоподвижный человек, у него есть животное, или просто нет транспорта, не может доехать крупное животное, тогда мы на место выезжаем и уже по факту на месте будем проводить все необходимые манипуляции. На следующей неделе мобильная бригада будет прививать домашних животных в Дрожжино, Новодрожжино, подсобном хозяйстве Суханово. О точных датах можно узнать в объявлениях, которые развешивают в общественных местах населенных пунктов. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.